Салоны сотовой связи среди тех организаций, работа которых в непростой эпидемиологический период приобретает особое значение. Без связи людей оставлять нельзя, уверен глава региона. Серьезных нарушений в работе салона Дмитрий Азаров не нашел, но еще раз напомнил работникам. Санитарные правила строго обязательны к исполнению. Это прежде всего осублюдение дистанции между продавцом и самими покупателями, а затем наличие индивидуальных средств защиты. Почему без баскет? Кончились пока. Сейчас должны подвезти в ближайший пункт. Нарушать не нужно. Михаил Николаевич, с руководством торговой точки разбирайтесь, почему все трудно без масок. Судя по закрытым магазинам, основная масса предпринимателей в соблюдении санитарного режима проявила должную сознательность. Непривычна гулка на фудкорте. Работает одна точка и только на вынос. Рестораны вежливо уведомляют клиентов о нерабочем дне. Магазин бытовой техники превратился в центр выдачи интернет-заказов. Но вот предприятие, торгующее товарами для детей, работает по обычному графику. Закон это позволяет. У вас товары первой необходимости здесь продаются. Это дает возможность работать всему торговому залу. Да. Количество людей вчера, сегодня меньше, чем у душе? Меньше, конечно. Намного? В основном все-таки вот за товарами первой необходимости обращаются. Ну да, конечно, банковские питания. Предпринятые ограничительные меры бизнесмены считают совершенно обоснованными. В этом глава региона еще раз убедился, побеседовав с коммерческим директором торгового центра. Меры, которые в Москве предпринимаются, они выгораживают лентами зоны буквально торговые. И не продают товары, кроме товаров первой нет. Как к этому относится? Я думаю, что это правильный метод. Губернатор еще раз напомнил об указе президента и о введении в области режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Фудкорты, кафе, кинотеатры и игровые зоны в торговых центрах под запретом. Могут быть открыты только продуктовые магазины, аптеки и отделы с товарами первой необходимости. Решение, которое озвучено президентом, подлежит неукоснительному исполнению, отметил глава региона. За этим будут следить надзорные органы. Владислав Жирнов, Сергей Павлов, Новости губерния. Субтитры создавал DimaTorzok